всем привет это ольга швец добро пожаловать на мой канал и теперь мой главный фетиш это волосы у меня стала появляться седина первое это уже не один два три пять волосков их стало чуть больше и в ближайшее время я познакомлю вас с теми средствами которыми я борюсь сединой и достаточно успешно а сейчас я покажу вам свои небольшие покупочки магазин ирмак вот такие масочки от комплимент правильное название симуляция процессов омоложения микропилинг обновляющий для лица шеи и зоны декольте с растительными пептидами и что делает эта маска она совершенно потрясающе работает если вы хотите понять или вспомнить как ваша кожа выглядела лет в 15 или проведя рукой по лицу почувствовать как она выглядела и какой она была вот с этим пилингом это возможно значит я видела на ирмаге не очень лестные обзоры для того чтобы обзоры были лестные нужно просто читать инструкцию она очень подробно написано на обороте а опять мы возвращаемся к теме волосы вот такая косметичка наверное в ней я буду носить свои расчески на съемки значит что у нас тут у нас тут линейка для путешествия от бренда вэлла вот так она выглядит сейчас я вам покажу поближе это масло от вэллы вот ойл пахнет очень вкусно но мое самое любимое на данный момент я взяла просто чтобы попробовать и еще такой момент то есть вот этот travel мини вариант когда закончится можно будет перелить вот этот я думаю можно будет да здесь именно носик для масла и можно это будет носить с собой то есть у меня даже как бы тема основная была именно такая чтобы это носить с собой когда я приобретала вот эти минки очаровательные поскольку у меня тот который я покупала летом уже вот-вот закончится я приобрела 2 и я могу сказать что у меня вообще все отлично одну или две помпы в зависимости от состояния волос и ваши волосы будут выглядеть потрясающе вообще настоятельно рекомендую здесь что у нас здесь у нас вот такой вариант это по моему шампунька да это шампунь сюда можно будет поместить другой шампунь просто перелить и вот здесь у нас помимо масла и шампуни у нас еще есть вот такой вот маленький лак да это лак для волос от вела и это у нас бальзамчик вот с бальзамчиком я думаю будет нам тяжелее всего потому что здесь вот такая тема в общем у меня была тема чтобы вот это был какой-то travel вариант конечно это закончится очень очень быстро ну такой вот в отпуск тоже вообще замечательно было с собой брать вообще не понимаю почему они не прислали мне это на обзор я бы это потестировала где-нибудь в отпуске и у них все улетела без бешеной скорости но вот как-то так ничьи девочки дорогие мои сейчас я вам расскажу все очень интересную историю про вот этот крем это был мой первый тональный крем лет в десять под глазами я обнаружила что у меня очень близко вены под кожей то есть я как-то до этого не замечала тут я значит заметил я стукнула кулаком по столу там тупнула ногой подбочинившись и сказала родителям что мне надо что-то как бы я так не могу ходить из меня характере бы уже в детстве обре все это не пойду никуда вообще давайте мне что-то и мы купили из того что было в пишей доступности от дома крем-балет так что пролилось слегка ничего как раз косметичка у для этого есть она кстати с логотипчиком я долгие годы долгие годы я не побоюсь этого слова периодически покупала вот этот крем балет тональный тон натуральным там чип свобода фабрика все супер я как бы это все брала пользовалась и мне очень нравилось я пошла на китайский рынок чтобы купить продукт над которыми могу погубиться у блогеров такое бывает периодически к тому же цена была какая-то смешная совершенно и я покупаю крем я начинаю им пользоваться и я понимаю что моя кожа просто в восторге для меня он встал в ровень с вот моим любимым зфк китайским профессиональным то есть покрытие ровная текстура вот из серии нанесла пошла нанесла пошла и забыла и вообще утром там нанесла вечером приходишься в порядке на лице там только чуть-чуть что-то где-то совсем капельку я просто обалдела ценник смешной если другие крема нуждаются в каком-то подмешивание и так далее то как бы случай с этим кремом не надо подмешивание там не надо подмешивание там надо просто в качестве основы нанести какой-нибудь легкий подходящий вам по цвету и по типу кожи крем открывается вот так хоп так как все советские времена вот я выдавливаю капельку час я вам покажу этот сводч на руки вот смотрите это достаточно много видите что дело все как какие-то такие мелкие да вот у меня здесь как бы венка да но в целом вообще все хорошо все хорошо перекрывает небольшая подсветочка если вас в основе вы накладываете увлажнялку какую-то свою любимую и ложить положиться поверх он там пальцами кистями не важно чем вообще все супер все супер и мне реально нравится и я правда могу его рекомендовать состав мы там спорили выясняли там кто-то обвиняет что димитикон этого много или как он там называется правильно исправьте меня вот кстати еще пара продуктов которые обвиняют в наличии димитикона это в этом вайлд база наконец-то я делаю обзоры наконец-то она новинка и наконец-то я смогу я ее естественно уже открыла вот такая капелюшечка крем белый крем такой знаете почти как просто крем для кожи ну в общем запаха как такового практически нет она выравнивает но я думаю что под нее нужно будет наносить анти эйдж если вам действительно нужно нажать анти эйдж кстати и вот еще обвиняют наличие димитикона продукт вот за этот продукт я могу реально сказать большое огромное спасибо и такой сделать глубокий реверанс значит лизе он и она сравнивала его там с очень такими топовыми продуктами и я вот сейчас смотрю на него он здесь показывается с красна на камере а глазами он идеально тауповый идеально и когда вы его потрогаете это просто как вам сказать это идеальный продукт для контурирования что касается второго продукта он он такой же точно по текстуре если подсветка ну вроде как идет как там контуры контуринг подсветки нет вот либо она очень какая-то совсем 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 незначительная я не вижу здесь каких-то светоотражающих частиц которые бы мне на самом деле хотелось упаковка сама огромная то есть она огромная ну вот в сравнении видите гигантское коробище хватит ее на сто миллионов просто лет честное слово и я правда в восторге правда я вообще не жалею ни одной потраченной копейки на него вот их тоже как бы обвиняют в диметиконе но я изучила эту тему глобально и я могу сказать что диметикона молекула гораздо больше чем та которая может проникнуть в вашу кожу это австралия в своей коробочке я разместила штуку для избавления от черных точек и вот такая гигантская пачка спонжей она с намеком на профессионализм причем даже не с намеком она конкретно профессиональным так называется бренд сори я тут чуть не снесла на световую установку так секундочку вот QVC или QVS бла 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 в общем это мейкап спонжи прям пам пам огромный пакет сколько их тут штук двадцать их тут целых двадцать штук когда у нас тут начались съемки одна за другой я поняла что я не успеваю мыть кисти что я не успеваю вообще что-то глобальное я поняла что мне надо просто купить много спонжей использовала выбросила или подарила модели на которые использовала он там уже постирает либо там будет делать с ним что хочет сама к вопросу об Австралии вот лежит уже несколько дней наконец-то я нашла время чтобы снять обзор вот при вас я распечатываю это триммеры которые у меня просто влюбились модели их мамы вот в эти триммеры для бровей и в общем стоят они очень-очень бюджетно ссылку я обязательно оставлю внизу я то что я покупала у меня к сожалению это все просто ушло потому что люди когда видели как они работают они просто говорили все продайте где нам их взять а мы уезжаем в другой город другой регион о том как нам быть вообще и что нам делать и вот просто приходилось без малого отдавать поэтому я купила три пачки всем очень нравится как они работают вот кто на съемке это попробовал все они уже больше просто они просто без него уйти не могут они говорят все дайте вот и все и ногой топнули наконец-то кисточки для подводки от юбью как вы видите у них уже вот это вот это крепление не черное а такое золотистое я думала это будет более золотым но это такое знаете цвета я такие пули видела в детстве мальчишки там играли во дворе всякие патроны пули вот этот цвет близкий вот к этому то есть он никакой не золотой часто позиционируется как розовое золото ну не знаю я ничего про розовое золото это просто красноватая железячка такая мне кажется черные выглядят более благородно ну и конечно же наступает осень у меня приказали долго жить мои биби крема которые у меня в основном в двух оттенках я покупаю весной и осенью в двух оттеночках в светлом и темном я их беру это светлый на зиму ну или пока не очень холодно анти-эйдж как видите в светлом оттенке то есть они есть лёгкий и какой-то там другой ну в общем вот у нас совершенно новенькая нулёвенькая посмотрим а ну да наверное здесь надо давить уже чтоб крем поступил сейчас посмотрим вот вот так знакомая да более прекрасная текстура ненавязчивый аромат и выравнивание что и говорить выравнивает то есть балет он хорошо закрывает у него хорошая покрывающая способность а вот этот вот он именно выравнивает вообще просто супер ну и в качестве подарочка небольшого мне тут положили салфетки в моём визажеском кейсе они пригодятся всегда и это просто так от ирмага спасибо большое ирмаг спасибо большое вам за то что вы были со мной порошок для посудомоечных машин и так далее я показывать не буду я вам сейчас покажу что-то поинтереснее а именно чудеснейшее средство для бровей подписывайтесь на мой канал кто не подписан ставьте лайки задавайте вопросы давайте дружить и общаться это Ольга Швец те кто сейчас меня видит наверняка видят что мои брови более чем в порядке и конечно же у вас возникает вопрос каким образом вот за факт вот я вам скажу вот что девочки это средство я взяла первый раз использовал на себе и эффект меня просто поразил удивил восхитил и я не знаю я была в шоке но но чтобы вы не повторили мою ошибку я это еще в прошлый раз заказывала и не помню показывала или нет может быть до этого видео так еще и не дошли руки покажу как-нибудь в другой раз значит смотрите когда вы видите краску капоуз на сайте ирмаг ее инструкция по применению расположена внутри коробочки то есть вам ее придется разрывать средство я взяла в оттенки коричневый но к нему нужен окислитель и он вот такой литровый представляете в общем девчонки знакомые кто пользует краску я купила трехпроцентный хотя там написано что надо шесть я купила три процента и у меня вообще шикарно уже наверное около недели держится брови практически в таком же состоянии в котором они были в тот момент когда я нанесла краску может быть чуть-чуть побледнели держится великолепно и к нему нужно купить вот такую помпу то есть это все покупается отдельно а именно краска окислители помпа они покупаются отдельно это небольшое как бы неудобство я бы сказала и я бы хотела чтобы те кто это продает чтобы они учли мой опыт потому что мне кажется что если покупать шесть процентов я очень много видео пересмотрела на эту тему и прямо профи-профи-профи девочки они говорят лучше три это же лицо как бы ну что тут прямо устраивать вообще не знаю огненную гуру какую-то там в зоне брови чтобы краска въелась лучше нет если краска у вас дома если ручки растут из плеч то вам не нужно шесть процентов берите три если надо подкрасить вот я могу девчонки кстати охотно поделиться я повторяю это кому нужно ну те которые рядом со мной то есть покупаете краску берете емкость я вам спокойно отолью потому что здесь целый литр это просто не знаю он либо испортится либо что ну и конечно я буду делать брови я буду показывать свою личную технологию она очень классная я ее сама разработала и я думаю что вы когда посмотрите все это как чем я делаю когда вы посмотрите эффект вам тоже это понравится вас тоже это вдохновит и я скажу что в отличие от тех технологий которых показывает Крыгина там и другие девочки та технология которую покажу я вот на этих препаратах она в корне отличается то есть если вы сделаете все правильно так как сделаю я вам не понадобится подкрашивать брови вообще то есть вы будете их только расчесывать а все прекрасно знают кто делает мейк сколько это времени отнимает поэтому я очень сильно надеюсь что я вам помогла как-то вас сориентировала и эти средства учитывая их бюджетную стоимость это просто супер просто реально супер а девочкам маленьким я скажу вот что которые там 10 и больше лет да которые начинают задумываться о своей внешности вместо того чтобы что-то сделать с бровями просто придите к специалисту даже сначала просто придите к маме и скажите вот мама мне не нравятся мои брови придите к специалисту он вам все объяснит в крайнем случае там подправит эту форму потому что есть девочки которые просто бесятся им хочется чтобы брови брови росли гуще они там могут их даже сбрить в подростковом возрасте а все это отрастает очень очень долго поэтому пожалуйста если есть вопросы задавайте я отвечу всем всего хорошего пока на такой позитивной ноте потому что для меня всегда приятно дарить пользу людям обожаю вас и люблю скоро конкурсы и вот такие два бронзера я хочу их сравнить так между делом упаковки у них совершенно идентичны как вы видите абсолютно вот они сделаны на одном заводе одним производителем давайте проверим нет только вот низ у них сделан немножко по-другому здесь продуктов равное количество я думаю да как-то так но я купила это в h&m пыталась использовать как бронзер там как скульптор нет 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 в моем случае в возрастной коже этот подчеркивать морщинки будет а вот этот вот он реально очень классный и еще раз огромное спасибо лизионер за то что я его приобрела и сейчас уже к сожалению вечер добавляем свет и сейчас будет вообще такой переверон если честно по свету поэтому я прощаюсь с вами я вас обожаю люблю и всего хорошего но у нас приехала недавно на съемки девочка и вот этот вот оттенок слился с оттенком ее кожи то есть я уже так думала подумывала его куда-то передарить или что-то нет нет я от него не избавлюсь он будет со мной и я хочу чтобы вот просто да сказать визажистам не спешите не парите горячку вот этот пудра она меня реально на съемки спасла потому что такой темный да учитывая что у нас всем подходит в основном такая или что-то около там девочка приехала из Анапы и она реально это она была такая смуглянка что я нанесла вот пальчиком носку и вот этот оттенок он реально слился с ее кожей я была в шоке что можно быть такой темной в Сибири можно оказываться тем более она была там летом и у нее реально ну в общем печаль 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 я чуть не опечалилась хорошо что у меня был этот бронзер всем всего хорошего пока-пока бай-бай бай-бай